Продолжение следует... Как это мой дружок, Уинстон Хэнкок. Но ведь мы договорились, что ты уберешься отсюда. Что ж, да я было собрался, шериф Пайк. Но твоя жена упросила меня остаться. Это был твой приговор. Такого крутого парня надули какие-то фермеры? Именно, Клод. Мне все надоело, и я хочу вернуться в Нью-Йорк. Рэй! О, черт! Кажется, ему совсем плохо. Он мертв. Я еще ни разу не видел покойников. Что ты делаешь? Он еще не остыл, а ты лазишь у него по карманам? Где твое уважение? Их здесь нет. Чего нет? Отцовских часов. Это он их у меня забрал. Нерзавец, надо было знать, с кем связываешься. Вон сколько крови. Что это вы тут делаете? Эй, как дела? Мы тут присматриваем за своим другом. А что с ним такое? Напился. Да, выпил немного, он пьян. Никто так не пьет, как старина Уинстон. Уинстон, да, он вечно пьет. Старая пьяница Уинстон. А похоже, он мертв. Нет, нет, нет. Нет, он не мертв. Просто пьян, чертовски пьян. И вот пока не свалится. Оставим его, пусть проспится. Жене скажем, что оставили его здесь. Пошли в машину, а то жена будет волноваться. А по-моему, вам лучше пойти с нами. Думаю, мы едем на вашей машине. Идем в Уинстон. Мы уходим с этими господами. Знаешь, Рэй, это ты во всем виноват. Да, мы вляпались в это из-за тебя. Если бы не ты, мы бы уже ехали домой. Если бы не я, ты бы сейчас дрейфовал вниз по реке. Забыл? Мои пальцы мне еще пригодятся. Я спас тебе жизнь. Они думают, что мы его убили. Я же в крови. Слушай, сядь. Я сам разберусь. Заткнись. В понедельник мне надо на работу. Опоздаешь немного. Что? Рэй. Привет, парни. Привет, шериф. Так, так. Так, что у нас тут? Билли Боб с ребятами обнаружил их рядом с Уинстом Хэнкоком. Тот был мертв. Похоже на убийство. Правда? К тому же у них полно выпивки. 36 ящиков с уликами. Как насчет вознаграждения, Билли Боб? Спасибо, сэр. Зачем нам заикаться о контрабанде, если у нас есть первостатейное убийство? Шериф Пайк, я уже говорил вашим коллегам, что мы никого не убивали. Он уже был мертв, когда мы нашли его. А теперь, что касается выпивки. Я работаю на очень важного человека. Из Нью-Йорка. Да. Имя Спэнки Джонсона вам о чем-нибудь говорит? Спэнки? Спэнки Джонсон? Увы, нет. Шериф Пайк, шериф Пайк, послушайте. Послушайте. У Спэнки Джонсона очень большие связи. Если вы нас отпустите, я вам обещаю, он вас хорошо отблагодарит. Обещаю. Мистер Пайк! Уверен, в Нью-Йорке вы откупитесь от чего угодно, но здесь мы серьезно относимся к убийству. Но мы никого не убивали, а он уже был мертв, когда мы нашли его. Он уже был мертв, это правда. А вот виски наше, он уже не дышал. Честно. Шериф Пайк, виски наше, но парень уже был мертв. Если это правда, вам не о чем беспокоиться. Я вам гарантирую. Утром поговорим. Так вы нам верите? А во сколько утром? Парни, оставьте хоть немного на завтра. Хорошо, Джек. Похоже, он нам поверил. Он сразу понял, что мы никого не убивали. А про ящики с выпивкой ты забыл? Это выпивка с Пенки. Завтра я скажу на суде. Судья, мы никого не убивали, а выпивка принадлежит с Пенки. Разве может быть что-то хуже? Пожизненно. Пожизненно? Твою мать! Я не делал ничего такого. Суд подкуплен. Я никого не убивал. Он уже был мертв к тому времени. И вы дали пожизненный срок? Тюрьма штата Миссисипи. Тюрьма штата Миссисипи. Продолжение следует...